Вот дура! Не дурей тебя! Я женщина честная. Чужих мужиков не подманиваю. Артист, которого зрители помнят по картинам «Хождение по му» Камана Каренина и «Два капитана». Он был невероятно популярен и любим народом. Но, как это часто бывает, жизнь вне кинокамер значительно отличалась от той, какую представляют себе поклонники кинозвезды. А конец этого актера и вовсе кошмарный. Николай Олимпиевич родился в июле 2012 года на станции Осиноватая, что в Донецкой области. Его семья была простой и небогатой. И мать, и отец были крестьянами, работавшими на полях. В детстве никакого артистического таланта Николай не проявлял. После школы он поступил в политехнический техникум, а после его окончания работал на железной дороге техником-смотрителем. Через два года он уволился с железной дороги и устроился на завод конструктором. Отсюда с завода и начался его актерский путь. При одном из цехов находился любительский театр, в который однажды пригласили Гриценко исполнить небольшую роль. Игра так захватила Николая, что уже через полгода он пошел изучать мастерство артистов в театральное училище. Спустя еще один год Гриценко окончательно понял, что это его судьба – театральная сцена. Он уволился с завода, переехал в Москву и поступил в школу-студию при МХАТе. А после ее окончания стал работать в театре имени Вахтангова. Почти сразу ему дали большие роли в постановках «На золотом дне» и «Идиот». В последний он сыграл князя Мышкина. И именно в этой роли его заметил режиссер Юлий Райзман. Он и пригласил артиста в свой фильм «Машенька», с которого и началась его карьера в кино. После первой же работы в кино на Николая Олимпиевича посыпались предложения о съемках в других проектах. Он был разноплановым артистом и блестяще справлялся как с комедийными персонажами, так и с драматическими ролями. Самыми знаковыми работами в кино стали Анна Каренина, «Два капитана, хождение по мукам» и «17 мгновений весны». Правда, в последнем фильме роль ему дали небольшую, так как у Николая уже начала проявляться страшная болезнь, и он не мог выучить много текста. Личная жизнь артиста тоже была довольно насыщенной. Он был женат два раза, имел багаж связей на стороне и даже незаконного ребенка, которого не признал. Первой женой Гриценко была актриса Ирина Бунина. Их брак продлился не слишком долго и на почве ревности распался. Детей у пары не было. Второй раз он женился также на актрисе, Инне Малиновской. Она подарила ему его первого ребенка, дочь Катерину. Говорят, что именно в отношениях со второй женой Николай начал активно гулять на стороне. Ему приписывали романы с Татьяной Самойловой, Еленой Прудниковой и Зинаидой Кириенко. Но вот самые трагичные отношения у Николая сложились с Галиной Кмит. Они долго встречались, и Николай даже делал ей предложение руки и сердца, оставаясь при этом женатым. Но Галина отказалась, так как и сама была замужем. Однако от этого романа у Кмит родился сын, которого Гриценко отказался признавать, опасаясь, что бывшая любовница подаст на выплату алиментов. И тогда Галина прервала любое общение с негодяем и записала ребенка на имя законного супруга, и ни разу не показывала его Гриценко. Самой страшной страницей в жизни Николая Гриценко стала его гибель. В возрасте 66 лет ему поставили тяжелый диагноз – рассеянный склероз, который развивался очень быстро. Мужчина уже не мог подолгу находиться в ясном уме, постоянно забывал факты и события. Законная жена, не выдержав нахождения рядом с таким человеком, отправила артиста в психиатрическую лечебницу. Однажды вечером он хотел поужинать, подошел к холодильнику и взял продукты с чужой полки, так как не помнил, где чья. Соседи по палате сильно разозлились на эту промашку. Они накинулись всей толпой и избили его. Полученные травмы были несовместимы с жизнью, и на следующий день Николай Гриценко скончался. Такая вот страшная и вместе с тем нелепая смерть. Но ожидать, что люди с психическими отклонениями могут реагировать адекватно на что-либо не приходится. Если бы это была клиника другого направления, то однопалатовцы, конечно, бы не стали расправляться с провинившимся физически. Но все вышло так, как вышло. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героев.